Я бы хотела рассказать о своем деде. Это Щукин Иван Иванович. Он родился 9 сентября 1923 года. Родился здесь, в Алтайском крае. Был призван в 1943 году тоже из нашего региона. Служил он, даже не служил, а, скорее всего, освобождал нашу страну от фашистского захватчика в Молдавии. Это была Ясок-Лишиневская группировка, и бои-то он встречал именно там, в Молдавии. Конечно, дед, этот человек, знаете, наверное, таких уже нет, просто человек с большой буквы, который действительно дорожил Родиной. И знаете, когда уже пришел после войны, мы его вспоминали. Конечно, он не сколько говорил о себе, сколько о тех людях, с кем ему довелось служить. Он вспоминал своих одноволчан, в частности, своего друга, который призывался также с Тогульского района. Это Иван Слепчатов, с которым они, как боевые товарищи, прошли годы. И дед больше вспоминал о тех мирных жителях, которые радовались, когда из Молдавии уходили фашисты, когда гнали, когда русских победителей прямо, не знаю, участвовали, встречали. И он говорит, интересно были также и видите немцев, которые были, даже сказать, даже не фашисты, а также, как и наших, призывали в ряды немецкой армии, и которые вынуждены были на стороне Гитлера воевать, которые также не хотели, которые, знаете, глядели на русских солдат и удивлялись, что они нормальные люди, дед говорит, нас, говорит, трогали, говорит, и сказали, что это вы не звери какие-то. Это было очень любопытно, все это, моему деду видеть все это, он больше об этом вспоминал. Дед, он у меня получил орден Великой Отечественной войны, он имеет орден Красного Знамени, орден Ленина имеет, то есть у него четыре ордена. Ну а мы уже с сыном приходим всегда вот здесь, на эту площадь, чтобы идем так же, мне нравится ходить с организациями, чтобы видеть тех дедушек, которые живы. Мне нравится, знаете, даже что у меня сосед по площадке, Меньшиков Иван Яковлевич, тоже жив еще, понимаете, мне нравится с ним разговаривать. То есть, понимаете, мы всегда здесь, но встречаем, стараемся быть всегда, и всегда неизменно мы приходим, чтобы ослужить цветочек к вечному огню.